Дорогие дамы и господа, те, кто здесь, те, кто по ту сторону экрана от меня, а мы продолжаем наши семинары под рабочим названием «Как мы пишем». Один мой уважаемый коллега в переписке, которую я не хотел бы разглашать полностью, тем более, что это уважаемого коллегу многие знают, написал мне, что все хорошо, но не следует путать журналистские приемы с философским письмом. И не следует смешивать эти вещи. Я ответил, как отвечу сейчас, что я не смешиваю одно с другим, и никто из собравшихся здесь, я думаю, не смешивает. Но есть другой вопрос, и вот его важно поднимать, несмотря на то, что он, наверное, очевидный. Учить философскому письмо, я не знаю, можно ли и нужно ли. Хотя бы потому, что если человек способен, он уже подошел к порогу создания философского письма, если он это способен сделать, пусть даже некорректно, а перед нами уже практически сложившийся профессионал. И дальше можно его шлифовать в гуманитарном отношении. Да, можно из него делать философа или там не философа, или еще кого-нибудь делать, или никого не делать. Но он уже не буратин. Он уже, повторюсь, человек, которому семинар по ремеслу, в общем, не особо нужен, ему мастерство нужно. Его надо нарабатывать. А мы в данном случае, я повторю то, что говорил уже несколько занятий назад, мы начали этот семинар как мастерскую, в которой учат именно ремеслу. Не философскому письму, нет. Письмо. Да. Просто как начать писать. И начав единожды создавать что-то осознанное, желательное, а не воспоминания старого большевика о Ленине в октябре. Извините. Я ничего прочее не имею членов Коммунистической партии, если кто чего. И вот здесь задача, если задача стоит научить, не научить, не так, помочь научиться писать, то здесь очень ценные разные практики, и я в этом глубоко убежден. Ценные практики, которые могут предложить люди из академии. Ценные, очень ценные практики, которые могут предложить профессиональные переводчики и с Екатериной Борисовной и Ракитиной мы общались неделю назад. А она, это не секрет, собственно, не раскрою себя, она давно ушла из академии, и она очень давно уже просто профессиональный, высокопрофессиональный переводчик. Ценные практики, которые могут предложить, я не знаю, я корректно назвал это журналистам. Да почему же? Которые могут предложить журналисты, репортеры, репортажники, так бы не называть этих людей. У которых есть одно очень важное, как минимум, как минимум одно, очень важное умение, опуская все остальное. Как минимум, это умение быстро, что называется, он-демант, писать большие тексты. Да, не академические, не введение заключения вопрос-ответ. Да, да, да. В этом плане вот сегодня немножечко особый семинар. Сегодня мы будем говорить не о том, как писать академический текст, а о том, как начать писать. И о том, как писать потом. О том, как создается текст, как он возникает, как он живет в процессе своего возникновения у вас в компьютере и у вас в голове. Как ваша голова и компьютер взаимодействуют друг с другом. И на этом я, как Шахерезада, да, заканчиваю дозволенные речи и передаю слово гостю Даши Васимедара, моему другу, одному из лучших, на мой взгляд, репортажников современной России, вот, спецкору «Взгляда» Юрию Васильевну. Здравствуйте, коллеги. Вот. Ну, поскольку в прошлый раз у вас была Екатерина Борисовна Ракитина, вот я внимательно послушал. И вот даже не знаю, где же куда же там мне втыриться во все это, потому что это было настолько всеобъемлюще и прочее. Вот. Ну, попробуем, как говорится, что-то к этому добавить. Ну, прежде всего, я в свое время окончил консерваторию. Я окончил консерваторию как музыковед, вот, и была замечательная штуковина тогда. Значит, к нам приезжал ныне, значит, крупный, убеленный уже сединами. Вот. Тогда еще молодой человек, который только делал первые шаги в, ну, фортепиано, нет. А вот в изучении китайских практик, китайских практик, собственно говоря, цигун применительно к академической музыке и прочее, это Алексей Сканавий. Вот. Ну, это известная фамилия Решебник Сканавий. Это вот этот же замечательный род. А вот Алексей, один из его отпусков, это, соответственно, человек, который прекрасный пианист и прекрасный, что называется, исследователь всякой замечательной китайщины. Вот. И, значит, дыхательные практики для музыканта, он тогда сказал одну замечательную вещь, которую мне запомнился. Когда вы нам говорят, что играйте так, как дышите, играйте, как дышите, помните одну простую вещь, что более антифизиологичного, чем дыхание музыканта, не существует примерно на белом свете, примерно ничего. Когда вы говорите, поете, как дышите, да, разумеется, когда вы просто поете, как дышите, это нормально, когда вы поете поставленным голосом, это абсолютно, да, расходится с практикой дыхания. Когда вы дышите, как пианист, это абсолютно расходится с практикой дыхания. Вот поймите, пожалуйста, что когда вы дышите как профессионал, это абсолютно неестественно, но в этой неестественности я буду пробовать учить вас обживаться, так он начал первый курс. Итак, как мне кажется, то, что наверняка не было сказано в прошлой эдке, писать это неестественно, естественно это тупить, то есть грубо говоря, когда вы тупите, прежде всего освободите себя от химеры именуемой совестью по этому поводу. Вы тупите, значит вы существуете, в этом ничего плохого нет, здесь мем с Еленой Малшевой, это норма, вот, но опять-таки, но у нас есть какие-то другие нормы, да, вот, то есть грубо говоря, мы перестали себя ругать, да, вот как перестать беспокоиться и начать жить по-новому, да, мы не беспокоимся, потому что мы тупим, это естественно, это не безобразно, вот, на ту философию эпикура, как говорится, наше все к старости вообще поймете. Вот, это абсолютно естественно, но надо, это пункт первый. Второй, надо с этим что-то делать. Есть еще, как говорится, из-за того, что исходит, нам надо с этим что-то делать, исходят еще два пункта, которые опять-таки хотелось бы для начала определить. Так, нас ждет Ольга Левина, наверное, ее надо спустить. Мы ее впустим. Мы ее впустим. Вот. Надо определить два пункта из того, что нам надо с этой естественностью что-то делать. Первое. Это принцип Паретта. Это принцип Паретта. 80% работы делается за 20% времени. Вот. Опять-таки, Катерина Борисовна вам говорила, что да, хорошо бы, безусловно, написать пораньше, чтобы пройтись по этому, как говорится, первым собственным редакторским катком. И да, желательно, чтобы он был собственным, чтобы вы отстранились от текста, чтобы вы, как говорится, дали ему отлежаться, чтобы вы смогли посмотреть на него первым, как говорится, чуть-чуть отстраненным глазом, прежде чем он перейдет к, собственно говоря, профессиональным бибисекторам вроде Александра Владимировича. Вот. Да, конечно, это очень хорошо, но мы понимаем, что это получается далеко не всегда. Вот. Мы исходим с того, что принцип Паретта – это тоже норма. Что нам придется, как говорится, под прессом дедлайна сделать 80% работы. Это тоже норма, это очень печальная норма и прочее. Это в одну сторону. Второй частный случай принципа Паретта. Дедлайн можно отодвинуть в 20% случаев. Это хорошая новость. Плохая новость, что 80% это сделать нельзя. Поэтому мы можем иметь это в виду, но, соответственно, как говорится, мы не будем на это рассчитывать. Это вот. Вот два частных случая принципа Паретта. Вот. Дальше. Давайте, собственно, профессионину как таковую, если посмотрите. Вот. Перед вами человек, который, что называется, в ранние академические годы окончил консерваторию как музыковед. Не мог связать на письме двух слов, а трех не могло быть и речи. Абсолютно. То есть это уже к пятому курсу, когда надо было писать диплом. Далекий 1996 год. Кто-нибудь был в 1996 году? А, ну это да. Вот. Не мог. Абсолютно. Ну да. Абсолютно не мог связать двух слов. Вот. То есть не просто с нуля, как кто-нибудь, а вот просто с минусового уровня. Смотрите. Чем отличается писанина академическая от писанины, собственно говоря, допустим, бепартерская? У меня нет проблем, с чего начать. Я всегда начинаю со слов Юрий Васильев, там, допустим, Донецкая народная республика в Теремоскопе. Все, у меня есть концовка. Это главное. Чтобы было начало, чтобы была концовка. У меня нет, никогда нет проблем с концовкой. И у меня никогда нет проблем с пустым листом. Проблема пустого листа, это безусловно. И тут правы абсолютно все ораторы, я под ними только могу подписаться. Проблема пустого листа и как его заполнять, это совершенно, ну, скажем так, это ключевая вещь, причем для всех нас. Я не знаю, я еще не знал людей, которые не тупили в пустой лист. Опять-таки, это норма. Опять-таки, призываем Елена народа. Тупить, вообще, норма. Тупить пустой лист, это еще большая норма. Чем заполнить? Чем угодно. Заполняйте чем угодно. Вот вы думаете о какой-то своей теме. Если вы, допустим, думаете, как говорится о Древней Греции, и вам, как говорится, западает вдруг трое вот этот замечательный фильм, рисуйте там, кто у нас играл в трое. Ну, у нас там все играли. Вот, пишите там, допустим, слово, ну, допустим, или там Александр, да, пишите там слово Колин Фаррелл, потому что он его сыграл в другом фильме. Да, там пишите слово Энфони Хопкинс, который в трое, по-моему, точно играл. Вот, пишите все, что угодно. Можно от руки. От руки, знаете, чем лучше? От руки можно писать, опять, что угодно. Вы можете соединить с стрелками. Вы можете сразу писать что-то на полях. Вы не написали еще здесь ничего. Вы уже можете писать какие-то мысли на полях, связанные с этими. Они опять-таки соединяются. Наговаривайте на диктофон. Вот тут абсолютно, вот я подчеркну этот тезис. Диктофон есть у нас везде. Если вам пришла мысль какая-то, включите эту падлу. Просто вынести, вот, извините, иконку вот куда-то вперед. У меня она не вынесена, потому что у меня репортерский диктофон отдельно. Но я делаю буквально то же самое. И проговаривайте, проговаривайте, проговаривайте эту мысль. Причем со всей породой, со всеми, как говорится, ответлениями, которые вам кажутся абсолютно, как говорится, релевантными. А может быть, даже сейчас они вам кажутся нерелевантными. Вы все равно обопрете потом свою мысль, когда будете писать, на тот момент, когда это вы записали на это. В смысле? Вы будете... Вот этот момент, прокомментирую, пожалуйста. А, прокомментирую. Вы все равно будете опирать писанину на ту мысль, на то время, на тот контекст, на то состояние, когда вы это проговорили. То есть вы вспомните, да, что было вокруг. Вы вспомните, как говорится, о чем вы тогда думаете. Вы вспомните о девушке, юноше, старичке, который проходил рядом. Вы вспомните о том, как прошуршала машина. И у вас будет пятимерность, трех-четырех-пятимерность, которая поможет вам вот эту мысль, которую вы проговорили, положить на бумагу с какими-то совершенно производными, какими-то совершенно резонансными вещами, о которых вы проговариваете текст или даже породу вокруг него. Пропала собака. Сука, блин, ненавижу эту страну в том анекдоте. Да, но вот даже вот, как говорится, с любыми ассоциациями, которые у вас проговариваются, как в этом и других, оно вам все равно поможет. Кто смотрел второго Терминатора? Второй Терминатор, да, судный день. Так, 89-90, какой-то вот такой год. Совершенно верно. С жидким... Ваш текст – это жидкий Терминатор. Ваш текст – это жидкий Терминатор. Вот эти капли, да. Что ж вы ржете? Ваш текст – это жидкий Терминатор, который вам надо собрать. Вам надо найти эти капли, куда они раскатились. Ну, вот правда. Ну, вот правда. Вот посмотрите. Вам надо вот понемножечку, вот по чуть-чуть, вот собрать это вместе. Дальше он соберется в Терминатора сам. Но опять-таки количество капель должно быть равно Терминатору. А вот сколько это мы не знаем. Но опять-таки, если текст собрался, значит у вас и получилось. Вот это ощущение нужно. Вы собираете, собираете текст. План. Допустим, хорошо. План. Кто еще? Так. Кому-то помогает, кому-то не помогает. Как вам сказала Екатерина Борисовна в прошлый раз, да, мы не знаем ни одного человека, который писал бы введение перед текстом. Сначала писал введение, а потом выписал текст. Это все понятно. Также, опять-таки, у нас есть схожая штука. У нас есть заголовок. У нас есть текст. А между заголовком и текстом есть абзац максимум два так называемого вреза. А в других редакциях называется выносом. Который точно так же, как введение, ты должен вот в нескольких словах или в нескольких, опять-таки, абзацах или страницах в вашем случае объяснить, а что же вы, собственно, хотите сказать городу и миру? О чем ваш жерткий терминатор? О чем он? Вот он должен здесь вот быть. Он должен, как говорится, показывать, что нам читать, нам не читать? Будем читать или нет? Неинтересно. Читать не будем. У нас то же самое это, но, опять-таки, он стоит под заголовком, но никто его никогда не пишет после заголовка. Более того, заголовок тоже, скорее всего, появляется в последнюю очередь. Это наша разница. У вас тема задается изначально. У нас, как говорится, да, тема тоже задается изначально. Какое-то событие, но вот как ты ее обзовешь, это уже совершенно другое дело. Это уже совершенно другое дело. И это уже тоже определяется под конец. Но то, как текст выглядит на бумаге, совершенно не то, в каком порядке он пишется. Но, опять-таки, да, мне везет. У меня есть концовка. Мы уже говорили, какая. Она, конечно, сформальная, но она есть. Она хотя бы есть. Вот я не смотрю на чистый лист. Под эту концовку я, кстати, могу подобрать концовку, собственно, текста. Последнее предложение, два. Вы, кстати, тоже, вот здесь это может быть абсолютно. Вы можете последнее предложение, опять-таки, но уже подобрать под, условно говоря, вашу подпись под текстом. Я понимаю, что вы ее ставите. Но последнее предложение, опять-таки, что называется, этот вопрос. Вы можете сразу же, опять-таки, у нас же последнее, понятно, что вот из серии этот вопрос требует дальнейшего исследования. Или здесь, как говорится, идет спец. Вы, по крайней мере, в конце, вот мы, вот разница между нами и вами, мы должны чуть-чуть закруглить тему. Вы наоборот. Вы пихивайте ее чуть-чуть дальше. То есть, в конце у вас это то, что будет дальше, а не в пределах этого текста. В тексте вы уже сказали все. То есть, вы можете выпихнуть дальше. То есть, у вас есть определенное, да, в качестве. Вы, из того, что вы видите в теме, видите, что не охвачено вокруг. Вы, из того, что у вас есть, видите, куда оно может пойти развиваться дальше. И, соответственно, опять-таки, счастье есть отсутствие несчастья. По этому принципу, да. То есть, то, что уже немножечко не является темой вашего исследования, но смежно с этим, и что исходит из вашего исследования, мы говорим именно о вашем исследовании, а не о реферате, не об описи литературы и прочее, оно может стать финалом. Оно может стать финалом, а, опять-таки, поскольку вы примерно понимаете, о чем вы будете писать, примерно понимаете, что есть вокруг исследования, не исследованное в этом. И куда вот то, что вы можете написать, написав то, о чем вы говорили, куда это следует дальше, то концовку вы уже можете иметь в одном или двух предложениях. Это очень-очень большое подспорье, когда вы имеете что-то. Середина будет появляться когда угодно. Это у нас самое общее. Середина будет появляться когда угодно, под что угодно и прочее. В любом порядке. Опять-таки, вот здесь тоже не пугайтесь. Не пугайтесь, собственно, или не пугайтесь без связности, кажущейся вам текстом. Помните, дуракам пол работы не показывают, а главный дурак, когда мы пишем текст, это мы сами и есть. Это мы сами и есть. Просто нельзя ни в коем случае выпускать из виду, что вот это, как говорится, вот то, что мы делаем с текстом, это, ну, кто-то может говорить, страить это можно, как говорится, вот выскребание изнутри, что угодно. Вот опять-таки сборка жидкого терминатора и прочее. Если у вас пока не складывается терминатор, а складывается какая-то вот фигня на постном масле и даже без постного масла, вот, вы опять-таки этого не пугайтесь. Почему я заклинаю этого не делать? Потому что раз испугавшись, можно очень надолго выпасть из процесса. Вот о чем. Можно очень надолго выпасть из процесса, да. Максимально, да, вот у вас, допустим, да, есть концовка. У вас есть примерно формулировка темы. О, вы абсолютные молодцы. У вас, как говорится, есть те самые два столба, между которыми протягивается веревка. Вы абсолютные молодцы. Дальше, как говорится, мы тянем веревку. Вот начало есть, это тема. Конец есть. Откуда примерно эта тема исходит? Вот. И то, и другое, кстати, может меняться по дороге, но мы о том поговорим чуть позже. Но, опять-таки, причем меняться по дороге может, исходя из того, что вы надесали по центру. У меня это бывает постоянно. Ты мыслишь одну концовку, потом она либо переезжает в середину, либо куда-то еще. Ты мыслишь один заголовок, потом меняется 18 раз. И, разумеется, ты мыслишь один вынос, он же врез. Вот. И меняется по-разному. У нас с вами много общего. Когда мне говорят, значит, есть такая штука, да, вот, главный редактор или вот научный руководитель. Вот. И у нас есть нечто общее по поводу, допустим, каких-то сюжетов, которые, ну, либо на слуховом информационном пространстве, либо на переднем крае науки. И вот, допустим, они модные, а это все пишут. Вот. Есть два типа. Главных редакторов, они же научные руководители. Первый говорит, а зачем тебе все это? А зачем тебе туда ехать? Вот. И все равно, как говорится, там уже все равно телевизор все, как говорится, расстрелял. Там все. Там блогеры многочисленные, там прочее. Вот. Что ты там найдешь? Или там. Там уже, как говорится, побывали авторитеты. Там, как говорится, это. Вот. Там уже, что называется, студенческое научное сообщество наше сделало два года назад. И сам профессор Волосюк зачеркнулся. Ну, великий фильм, большая перемена совершенно. Да. Вот. Что вам тут делать? Это один тип научных руководителей редакторов. Второй говорит, слушай, а давай. А давай вот именно потому, что это подсвечивается. Если ты что-то сделаешь, найдешь в этом новом, то на этом потоке, как говорится, и заметка взлетит, и научная работа взлетит. Вот. То есть вот есть два типа. Они абсолютно легитимные и опять-таки абсолютно равновеликие. Вот. Но есть еще кое-что у нас с вами общее. Когда вот меня главный редактор спрашивает, а что ты собираешься оттуда привезти? Вот. В любом случае. Даже вот мы едем и прочее. Я вот вас научного количества... А что ты собираешься, собственно говоря, вот из этой темы сделать? Знаете, какой правильный ответ? Откуда я знаю? Я еще ничего не написал. Абсолютно. Согласна, да? Ну вот... Легитимный ответ. Легитимный ответ. Вот. Но вот по крайней мере, вот я исхожу из этого. Смотрите, есть начало, есть конец. Веревка может быть, как говорится, чуть-чуть провисать. Веревка может быть натянута на тяг. Веревка может быть совершенно вот как струна изменить. Это уже опять-таки вы не знаете, как и что, как и будут ли у вас какие-то вот из этих столбы. Вот. Езда в незнаемое. Ну вот, если у вас есть начало и конец, уже хорошо. Если у вас, как говорится, посередине все это потихонечку идет, уже хорошо. Любой порядок, любой этот, не пугайтесь, себя не пугайтесь, себя не спугните. Списанины. Возвращаем первую тему. Списанина – это неестественное состояние человека, тупить, естественное. Постарайтесь как можно дольше за каждую сессию не возвращаться в естественное состояние. Собственно говоря, в этом и будет ваш скилл. То есть, если вы тупите, ничего криминального нет. Но если вы не тупите, вы молодцы. Вы, как говорится, чем дольше вы поддерживаете все, а для этого важно не пугаться того, что не пугаться. Даже как оно, как оно получается. Плохо получается. Ну, опять-таки, главное, получается, получается, получается. Не важно как, хорошо или плохо. потом вы расставите это так, что, да, очень много уйдет, да, очень много перемыслится. А потом вы еще ту запись, которую вы записали, вот с бабушкой, дедушкой, что называется, вот, с тем запахом сирени, с той машины, и вы вспомните какую-то вот вещь, которую совершенно у вас, я не знаю, она нигде у вас не находилась. Я не люблю даже вот это слово «посознать». Нигде. Оно как-то вот приходит и прочее. Ну, вот, нигде абсолютно. Вот. Но оно все равно придет. Вот. Поддерживать себя вот в этом состоянии как можно больше. Да, вот это. Кто любит это? Мяч чиканить. Носком, да? Носком мяч чиканить. Ну, да. Это тоже довольно неестественно. Естественно, не чиканить мяч. Вот. Вот чем дольше вы себя вот в течение каждой писающей сессии поддерживаете, тем лучше для заметки и лучше для вас и прочее. Вопрос, зачем писать? Много, вот, вот опять-таки, это два разных скилла. Есть те, кто задаются, есть те, кто не задаются. Ваши сессии сессии есть те вопросы? Да. Есть, да? Есть, есть. Я знаю, есть. Угу. Вот. Я уж не говорю, что я тоже задаю. Ну, давай тогда исходить с тем, что вот есть такое это, есть такое целеблагание. Зачем писать? Зачем пишем? В случае, не важно. Обычно в таких случаях очень большое, очень большое число очень большое число зачем снимается фразы незачем и почему. Незачем и почему. Почему мы пишем? Незачем мы пишем. А почему мы пишем? Задание? Хорошо. Получение квалификационной оценки? Хорошо. Самовыражение? Есть. Вот когда вот после этого появляется самовыражение? Почему мы пишем? Из самовыражения. Вот. Это уже, как говорится, чему-то да научились. Вот считаем так. Вот. Когда вот после вот этих стадий, да, вот обязательно, которые мы проходим, кто-то там, начиная со старшей школы, начиная с вуза, начиная с аспирантов. А можно я тебя перейду здесь? Давай, перерывай. Потому что ты дошел до одной точки, которая... Надо, надо, надо. Ты дошел до одной точки, которую я очень часто, ну, лично, я просто запрещаю студентам. Ну, как запрещаю. Я говорю, давайте подумаем, зачем вы... То есть задумайтесь над тем, зачем вы там, не знаю, сравниваете Платона и Аристотеля. Лоб с лобкой, не знаю. И ответ преподаватель дал задание... Ну, да, нет. Давайте считаем нелегитим. Нелегитимный ответ. А ты говоришь, что это легитимный ответ, что, ну, я пишу, потому что, ну, надо получить оценку. Я пишу. А я вот так говорю, легитимно ли это в данном случае? Или это активирует некую, как бы сказать, служебность, да? То, что, по-моему, становится отпиской. Я напишу и наподобиться. Ну, опять-таки, если мы говорим о каких-то квалификационных вещах, да, то они, как мне кажется, сейчас будешь поправлять, если я буду ошибаться. Квалификационные вещи подтверждают не твою квалификацию как преподавателя, а их квалификацию как студента. Да. Да, совершенно. Да. То есть, в любом случае, должно быть сделано. Каким образом? Я не знаю, будет ли здесь аспект творчества. Творчество начинается уже с того, когда ты пишешь и понимаешь, что вот это твое самовыражение. Вот о чем речь. Вот. До этого момент творчества может быть, может быть, нет, слушайте, если вы квалификационных работ можете творить, выдумывать, пробовать, если то, о чем говорили предыдущие ораторы, если, может быть, то, что говорим сейчас, помогает вам писать тексты, вот как, что называется, нормально вот этот Мариус облачко на облачко прыгать, вот что называется, не падая вниз. А это, собственно, ну, это схожие процессы. Ну, то есть, если, я правильно тебя понимаю, да, что не можешь писать, ну, если мы говорим о квалификационных работах, то это называется, давайте по минимуму напиши, покажи, что ты умеешь делать А, Б, С. Вот, делай инструментом молоток, сверло, что-нибудь там, пила и ствол молоток. Построй скворечник. Нафиг никому не надо, сожгут потом печки, но ты построишь его. А вот если ты строишь вместо скворечника сказочный дворец, насколько ты умеешь это делать, как ты его себе видишь, кто его себе представляет, вот это уже творец. Почему, если это какой-то скворечник, как говорится, выдающийся, если ты сможешь построить выдающийся скворечник, про который ты сам видишь. Ничего скворечник. Ты видишь, слушай, хороший у человека скворечник. Не будем жесть, как говорится, будем показывать другим скворцам, за чем-то арнитологам, юно-марнитологов и так далее. Зачем мужик? Но в целом, если мы говорим о совокупности скворечников как таковых, да, вначале, что называется, скворечник как аппарат угнетения. С точки зрения начала писания. Сначала мы колотим скворечники. Это требуется от нас. Кто не сколотил скворечник, идет в армию служить. Ну, опять, в наше время. В наше время было 50. Вот так. Ну, опять-таки, шутки шутками. Но то, что мы должны уметь, это почему. И почему? Потому что сказали. Потому что это как начальные почему, это вполне легитимные почему. А вот дальше, после того, как эти почему сделаны, ты и любой другой преподаватель или вы, как говорится, как старшие и младшие коллеги, вы вольны признавать любой аргумент, как говорится, валидным и любой аргумент невалидным. Но только после того, как сданы в скворечники. Согласен, да? Вот. Тут есть вот это. Смотрите. Значит, вернемся к нашему жидкому терминатору. Он же скворечник. Я только еще на полсекунды беру и резюмирую для некоторых собравшихся здесь, а также для некоторых сидящих вот по ту сторону экрана, и вы понимаете, для кого. Сначала скворечник в метафорическом ряде, который здесь был озвучен, да? То есть есть минимальное необходимое, а есть все остальное. Вот минимальное необходимое, вы демонстрируете владение квалификационными навыками. Понимаете? Вот еще раз, да? Еще раз, еще раз. Паки, паки и паки. Ребят, я не устану это говорить, но это банально, но это очень важно. Я ради этого спикера прерываю сейчас. Сначала квалификация. Если вы сдадите текст, гениально, гениально. Ну, без разбивки на главы, без сносок, без всего. Просто поток сознания. Гениальный поток сознания. Вам за дело в лучшем случае поставить 4 балла. Если вас будут очень любить и ценить, очень, и не захотят портить вам карму. Потому что, да, вот. Понятно, да? Сначала квалификация. Запомните это. Раз и навсегда запомните. Потом творчество. Покажите, что вы умеете, как. А вот затем вырастает на основе этого умения, вырастает уже для чего. Да нет, в данном случае все правильно. Но, опять-таки, вспоминаю свое, собственно говоря, теплое воспоминание о бесправной юности. Когда я начинал, что называется, спецанине, то есть, когда двух слов связать не мог, а трех не могло быть речи, мне повезло. Это было такое издание Московской новости. Это был отдел культуры, совершенно потрясающий дамой. И сейчас за 80 Ольга Евгеньевна Мартыненко. Потрясающая совершенно дама. Это было то, что в консерваторской дисциплине, в консерваторских музыковических дисциплинах, откуда я имею честь происходить, называется полифония строгого письма. Не путайте, полифония в телефоне, а полифония – это многоголосие. Вот, собственно говоря, восходящее строгого письма, это значит, до баховские времена, Гендель, Бах, Ключитель и прочее. Это называется, шаг лево, шаг право, считается побег, прыжок на месте, провокация, вот, собственно говоря, первый выстрел предупредительный, обычно без первого выстрела, просто напоминал, конвой стреляет без предупреждения, но при этом, чтобы музыка была, чтобы не было скучно, в этом правильном, правильном, правильном голосоведении, вот не было скучно, на твои слова, а как, ну, эти же умели. Вот, причем, имею в виду композиторов, что мы знаем примерно 10-15, сейчас, и вот таких вот выдающихся и гениальных, что счет неплохо от 17-18 века, это означает, что бульона-то было больше, что бульон-то насчитывал, как говорится, на 200, там, 250, 300 композиторских единиц, вот, чтобы, как говорится, на малокартине, извините, великие шедевры не рождаются, и просто так, как говорится, у вас Бах Гендель, из двоих, если у вас два композитора, не появится, их должно быть 200-300, и еще 20 выдающихся, должно быть примерно, ты, ну, тебе говорят, ну, что, ты видишь, 300 человек смогло, ты что ли не сможешь, вот, абсолютно, то есть, да, вот этот строгий стиль, он, конечно, он, безусловно, необходим, вот, но, я понял так из твоей реплики, что есть люди, которые, не проблема писать тексты, а вообще, есть, есть, сколько их, 20 на 80? 5 на 95, ага, то есть 5, но, опять-таки, это, но есть, так, но это вполне промышленное количество, это вполне промышленное количество, вот, и, соответственно, тут уже происходит другая проблема, как, вот, что пишется, сравнивать, как говорится, привести к тому, загнать в рамки строгой полифонии, полифонии, да, загнать в рамки полифонии строгого стиля, вот, ну, опять-таки, слушаем оперу Нюрбинский мистер Зингеры, когда уходит человек, ему говорят шлаг, ему говорят шлаг, поешь, как говорится, красиво, но, непонятно, что, вот, и занимает это, это вообще самое длинное опера в мире, вот, занимает это все оперу Нюрбинский мистер Зингера, в принципе, я к тому, что в этом плане совершенствовать, оно такое же совершенствование, как совершенствование самых принципов письма, вот, оно тоже бесконечно, понятно, оно должно иметь какие-то сроки, и что-то показывать, но, опять-таки, тут тоже, у нас третий раз появляется малышевая, говорит, это норма, вот, что вот ты долго приходишь, как говорится, долго учишься писать, и очень долго, и умеешь писать, но очень долго учишься писать традиции, это равные нормы, вот тут, как говорится, нормы равны, вот, знаете, чем можно еще набить руку и прочее, наверняка же есть какие-то, вот тут, вот тут практика, и тут, как говорится, наверняка же есть какие-то, что называется, коллеги, которые занимались этой темой, они могут заниматься здесь, они могут заниматься где-то еще, они в доступе, короче, я начинал умение писать с интервью, я начинал умение писать с интервью, И даже если это квалификационная работа, то все равно есть какие-то авторы, прочитав которых, собственно говоря, наполнив свой мозг нужными цитатами, от которых от одной к другой можно что сделать. Вы всегда можете позвонить, если этот человек, как говорится, жив. Если живы его ученики, которые занимаются тем же. И вот немножечко с другой стороны, это может не войдет в саму работу, но расшифровка текста на тему, расшифровка пусть небольшого, 50-15 минутного разговора на тему, она поможет вам очень сильно в написании именно работы. Да, пусть это будет живая вещь, но вам нужен вот именно какой-то, опять-таки, для того, чтобы найти вот эти жидкие капельки, вы должны смотреть, а где они могут быть. Первое, опять-таки, где мы ищем камень, где мы прячем камень среди камней, где мы, как говорится, ищем какую-то тему. Ну, не бывает же совсем вот новых тем, не бывает же совсем новых тем, на которые никто не писал, и не бывает совсем новых тем, на которых уже все умерли. Тоже не бывает. Есть же какая-то это. Это может быть здесь, это может быть других, это может быть, извините, на западе Матчина. Вот, или еще где-то. Потому что английский у вас... На востоке. Да, или на востоке, да, потому что английский или профильный язык у вас уже должен быть. Вот. Заходите в эту тему, разговариваясь. ее носительными. Между прочим, кстати, цитаток можете тоже набрать и там, куда, как говорится, почетнее сделать сноску не только на труды, которые это, а и на из личной беседы, дата такая-то и прочее. Разумеется, надо показывать. Это тоже вполне возможно. Тем более, опять-таки, чем, как говорится, наш труд и ваш труд это. Мы все-таки по каким-то, если мы этим уже занимаемся, мы все-таки занимаемся какими-то последними влияниями. Будто то, что называется последние новости о каком-то событии, или вот какие-то последние. Если у вас есть, что называется, авторитет или тот, кто этим занимался, то, может быть, он уже так и не думает, как в его книжке написано. Может быть, он чуть-чуть уже уточнется. Но он уже, как говорится, ушел от этой темы, как говорится, этим не занимался и не стал уточнять. Может, опять-таки, если вы позвоните, вы сделаете пользу не только квалификационной работе, но и какому-то уточнению в данном виде науки как таковому. Опять-таки, это обсуждаемо. Опять-таки, это обсуждаемо, но это тот самый элемент живой, который может продлить вот это ваше, собственно говоря, скакание в нетупление. Это то, что может, как говорится, помочь вам найти эти замечательные вот это озеро, с которого, собрать это озеро, с которого получится ваш жидкий терминатор. Вот, что-то, и это, безусловно, опять-таки, что-то вам подскажет, потому что все, чем мы занимаемся, любая писанина, будь то даже писанина совершенно забубенных, совершенно казенных документов, если это условно незаполнение формуляра, шаблона и прочее, вот, а, допустим, самые прекрасные документы – это рапорты и служебные записки. Вот, потому что, допустим, у меня был замечательный коллега, великий, совершенно недавно покойный, Дмитрий Арнольдович Пушкарь, вот, он человек, собственно говоря, с Дальнего Востока, и он был одним из самых славных репортеров газеты «Московские новости» в те времена, когда газета «Московские новости» была, а, самой славной газетой русскоязычной, и, б, славны там были именно репортеры, которых там был с десяток, что сейчас невозможно, к сожалению, в принципе. Дмитрий Арнольдович любил бухнуть, Митрий Арнольдович очень любил бухнуть, вот, и по поводу этого всего он всегда писал главным редакторам записки, вот, служебные записки. Последний главный редактор Виктор Рягорьевич Лошак очень, уже два десятка лет грозился издать это отдельно, это будет прекрасно, если это будет, потому что записки, где содержится фраза, и над заранее заданным районом Тихого дробь Атлантического океана превратил свое существование в ад, и так далее, и прочее. Ну, и к тому, что вся писанина – это дело живое, а вы тут говорите наука, да? Наука – это тоже живое, если даже служебная записка живое. Это все живое дело. И чем больше жизни, чем больше реальной жизни, не только, хотя она есть, безусловно, и в чтении, как говорится, трудов, она есть. Она есть в ваших размышлениях, безусловно. Чем больше реальной жизни, чем больше, как говорится, общения с коллегами, которые эту тему копали, повторяем, исходим из того, что нет никаких совершенно новых тем. Все равно было раскопано что-то либо до того, либо рядом с этим, либо, как говорится, ваше направление было признано тупиковым, и из разработки было исключено до тех пор, пока не пришли, как говорится, новые механизмы разработки и исследований. Все равно что-то было. Вот мой последний материал, как говорится, он был из Донецкой и Луганской областей, посвящен, собственно говоря, присоединению этих регионов к России. Была годовщина. Что можно сделать? Ну, можно, безусловно, писать, как оно есть. Безусловно, писать, как оно есть, как прочее. Но, может, какое-то есть сравнение. Причем, может, есть сравнение какой-то на уровне методологии и прочее. И тут я вспомнил своего любимого писателя Константина Семенова, у которого есть великая абсолютно книга. Он не только писатель, но и военный корреспондент. У него есть великая книга «Разные дни войны», в которых он просто брал свои блокноты 40-х годов. И поскольку это уже было под конец жизни, то есть из 70-х, он писал воспоминания. Что помнится помимо блокнота? Что помнится помимо блокнота? Я немножечко схитрил, я сделал по-другому. У меня, естественно, как очень многие репортеры, я взял прошлогодние блокноты из тех же мест. Но тут оказалось, что даже несколько, как говорится, более ошеломляющий эффект, чем на 40 лет. Поскольку за год успело так измениться очень многое, где-то в лучшую сторону, где-то, как говорится, не изменилось в лучшую, но как-то перестало меняться в худшую, что тоже, допустим. Допустим, оттянулись какие-то обстрелы, какие-то там единицы, которые обстреливали постоянно. Значит, это что стало лучше? Да черт его знает, товарищ начальник. Значит, это что не стало хуже? А, точно. И, соответственно, если ты берешь вот этот принцип, если ты находишь какой-то принцип, это тоже получается живой опыт. Если вы найдете какой-то способ монтажа цитат, чтобы они составляли какое-то сквозное повествование внутри вашего текста, это вполне возможно и в науке. И это, как говорится, придаст не только лоск вашему текста, но и вот этого вашего жуткого терминатора структурирует совершенно по-новому внутри него. То есть, если вы будете видеть какую-то сквозную нить между вами и предшественниками, если вам ее удается простроить внутри. Ну, как самое простое, опять-таки, давайте мы будем отталкиваться, что для квалификационной работы этого достаточно. А, в принципе, как говорится, по жизни, ну, лучше, опять-таки, быть в контакте со всем тем лучшим, что есть по теме. Да? Вот. Это и для нас важно, это и для вас важно. То есть, вы здесь получите, опять-таки, дополнительное внутреннее, вот это, дополнительное натяжение этой веревки, которая между началом и концом. Вот. И, соответственно, вы получите, ну, что называется, ну, вы получите текст в тексте. Ну, потому что, когда у вас сами цитаты в разном, в разном образом построены, они составляют повествование внутри, и вокруг них, собственно, идет ваше научное повествование, то, да, да. То есть, считайте, вот, у вашего жидкого терминатора дополнительный набор на позвоночник. И это тоже может быть интересно. И, в принципе, да, самое главное, самое главное, ну, ага, мы уже потихоньку подходим, да, к вопросам действий. Вот. Самое главное, когда вы сдали текст, не забудьте себя похвалить. Не забудьте себя похвалить, что вы преодолели свое естественное состояние, а именно тупить. Естественное состояние не писать, естественное состояние, что называется, пялиться как баран на новые ворота. Это вот чистый лист, что вы, как говорится, повсюду собрали этого терминатора. И даже вам нравится, вот, Александр Владимирович, еще немножечко так, в своем скупом духе, и даже похвалил. Вот. Ну, и опять-таки, постарайтесь все-таки, что в следующий раз ваша работа в 80% занимала не 20%, а хотя бы 40%. Вот. На А7 заканчиваю с дозволенной речью и очень жду вопросов. Дорогие коллеги, если есть вопросы из зала или из зума, если из зума, то сигнализируйте об этом, если из зала, то я здесь и так все пьешь. Да, прошу. Хорошо, я тогда начну. Спасибо большое за вашу лекцию, было очень интересно. Юрий Михайлович, у меня к вам вопрос, он касается вот чего. Вы об этом не упомянули, но довольно интересно было спросить об этом. Перечитываете ли вы свои старые тексты, которые вы раньше написали, и нужно ли это делать, и почему? Я, да, я перечитываю, но, в принципе, опять-таки, если это какой-то город России, где я уже бывал, я стараюсь вспомнить, а о чем у меня там с прошлыми командировками, и что там было, и прочее. И, может быть, какая-то вещь зацепится за эту, вот. Тут еще главное в моем случае прочитать не только несколько текстов, сколько перечитать записную книжку, где телефоны, где люди и прочее, вот. Делаю это для того, чтобы следующий текст был как-то не с нуля, и на, как говорится, не в режиме Тучу-Куковска, который там вот где-то висит, что называется, и стреляйте по мозгам зенитными ракетами прямо сверху, переделанную с воздуха Земля, да. Вот, чтобы этот текст уже все-таки входил в какую-то традицию, твою собственную. Да, прикиньте, каждый из нас к определенному времени, как говорится, функционирование в том или ином, сам себе традиции становятся. Хороший, плохой, разветвленный, небольшой, становится, становится. Опять-таки, если у нас нет преемственности в том числе не только по отношению к нашим уважаемым, научным ли, рурналистским ли предкам, но и себе, значит, после какого-то времени мы немножечко зря коптим время в той или иной профессии. Ну, вот, грубо говоря, да, в 2000 году Путин был преемником Ельцина. Был, да? Вот он был преемником Ельцина и прочее. В 2004 году он стал преемником Путин. Вот, вот пока мы... Есть такое время, опять-таки, ну, в данном случае определяется избирательным циклом. В нашем времени, черт его знает, товарищ начальник. У меня, наверное, это первые лет десять. У меня, наверное, это первые лет десять в Писанине. Вот, у вас-то может быть, дольше у вас-то может быть. Но здесь оно созревает само по себе. То есть, мы должны прийти к тому, да, вот, после какого-то определенного периода. И тут, опять-таки, уже не то, что... Ну, вот, это придется. Когда-нибудь вы станете преемником и сами себе. При том, что ваши учителя будут живы. Как говорится, и работы вы будете прекрасно перечитывать. И вот это все. Но вам придется становиться преемником и сами себе. Вам придется ревизовать себя. Вам придется пересматривать себя. Вот о чем я говорю. Почему лучше бы позвонить? А вдруг ваш коллега уже что-то под другое думает. Не то, что написано в книжке. И вам польза будет, и ему польза будет, и науке польза будет. И вам надо будет вот с помощью ваших же текстов, да, с помощью ваших же черновиков, с помощью ваших же диктофонных записей, ревизовать себя, смотреть. А куда мы двинулись? А что у нас такого было? Может быть, тут что-то надо посмотреть? Или, ой, фу, ой, фу, что я это думал? Ой, слава тебе, Господи, что я не тот мой, да? И так далее. То есть, да, это необходимый процесс, в том числе в рамках становления самого себя, как продолжающейся традиции из одного человека. Ну и, собственно говоря, все эти замечательные вещи, которые вам наверняка говорят. Самоконтроль, как говорится, проверка, ну, то есть, и именно, чего мы достигли за годы, это тоже. Ну, просто я дал вам вот еще одну штуковину, по которой это, так мне кажется, необходимо делать. Вот. Да. А тогда вопрос, опирающийся на то, что ты сейчас говорил. Ну, смотри, вот ты ездишь, ну, допустим, да, в твоем варианте ты едешь в какой-то регион. Да. В варианте студента студент начинает работать над какой-то темой. Темой. Ты делаешь какие-то заметки, диктофонки или там, во-первых, делаешь ли ты заметки от руки или только диктофон. Это так мелочно интересно. А второе, вот приходит тот момент, когда твой текст, данный текст, вот этот текст, который ты сделал, вот он вышел. Ну, или, опять-таки, переводя на студенческие параллели, вот защищен, защищена курсовая, все поставлено в отличной оценке, неважно, выиграна НИРС следующего года, научно-исследовательский работа студента. Вот и все, да? Что ты делаешь с заметкой? Вот с теми, которые были. Ну, во-первых, опираю ли я мысль на перо, да? Да. Да, безусловно. У меня есть блокнот, который я записываю, причем у меня стоит еще и диктофон, на который я записываю, вот, и причем какие-то вещи. У меня опора мысли на перо. Это, во-первых, основные мысли, а во-вторых, я не могу делать прямо вот так в диктофон нотабене, я делаю, я пишу там, допустим, три основных слова в стенографии неладей и пишу нотабене. Вот, то есть я привязываю то, что я слышу, тому, что я, собственно говоря, вот отсюда в руку передал. Вот, для этого есть. То есть я не буду писать вот сразу все, но какие-то мысли, которые сюда попадают, вот, поэт, и ты считаешь сразу важными, ты записываешь блокнот, ставишь ноту B, может быть, опять-таки, тоже на полях, как вы смотрите, сразу, сразу говоря, зачем на бумаге, потому что вы можете сразу на полях творить то, к чему у вас еще нет основного текста. И вот, соответственно, здесь это такой же примерно процесс. Вот, для меня, как говорится, да, это вполне. И да, блокнот потом прекрасно переносить в качестве, опять-таки, вот этих капель жидкого терминатора, мы не знаем куда, мы просто переносим это в компьютер, но у нас уже, как говорится, не белый лист, а загрязненный чем-то подходящим к дальнейшему тексту. И это уже хорошо, это уже очень хорошо. Что делать дальше с заметками? Вот, ну, во-первых, я выкладываю их в тележинку, вконтакте, раньше это был фейсбук, вот, да. Нет, на самом деле, не знаю, как проходит это здесь, после того, как защищено и прочее, и, может быть, в процессе защиты или пресс-защиты, но у меня защита проходит как раз-таки после публикации. У журналистов защита, вот, в отличие от научных работ, проходит как раз-таки после публикации. После того, как это уже сдан, после того, как ты поработал с научным руководителем за счетом и редактором, вот, и прочее, вот, после того, как оно вышло, дальше приходят граждане-читатели. Вот, опять-таки. Ну, дальше приходит комиссия. Так нет, если уже защищено, так какая же комиссия приходит, если уже защита? Нет, сначала работать с научным руководителем в библиотеке, самостоятельно, снова с научным, опять, потом работать с экзензентами, которые написали тебе отзывы, и они, если хорошие экзензенты, они их не просто написали, а заранее что-то сказали, что-то хорошего и не очень хорошего, а вот потом приходит комиссия. Ну, да, я понимаю. А у нас комиссия – это читатели. Ну, да. У нас комиссия – это читатели. При том, что научная работа у нас тоже может быть. Вот, любимый мой город – Саратов, откуда, собственно, происходит Екатерина Борисовна Ракисина, да? Кстати, я забыл сказать, это моя жена. Вот, да, ну вот, в городе Саратове, где находится, вот, за Волгой, около города Энгельса, приземлился в свое время Юрий Алексеевич Гагарин, который там не должен был приземлиться, он должен был приземлиться в совсем другом месте. Вот, это был 21-й год, и, соответственно, 21-й год, да, 60 лет, совершенно верно, я поехал в город Саратов, соответственно, как-то немножечко найти какие-то вещи, которые могли бы сделать юбилейную заметку. Куда я пошел? Я пошел в свой любимый музей. Я вообще вот в городах люблю вот три этих вещи. Это редакцию газеты, ну, как правило, она одна. Вот, ну, если это небольшой город, в Саратове я больше. Это музей, нет кладбища, причем самое старое, вот, самое старое кладбище, чтобы посмотреть, а кто тут живет, а как оно это, а чего, а вот, как говорится, когда вот больше дат после черты, и кого там больше после черты, и прочее. Это очень, как говорится, проветривает мозги. Вот, я пошел в музей, благо там есть замечательные люди работают, и есть доступ к архиву. А давайте смотреть, что есть по Гагарине. Давайте. Прекрасно. Архив фото, которые я никогда не видел. Вот, они могли быть 65-го года, там, 66-го. Он уже такой сановитый полковник, но улыбка все та же. И вот он приезжает, там, в тот же Саратов, как говорится, где он учился, ну, воздухоплавный, ну, летать. Он учился там в аэроклубе, вот, и потом приземлился там. И он возвращался в Саратов время от времени. Там потрясающие фотки и потрясающие описания. И вот я вижу, как говорится, три песни, нет, четыре, вот. Островский, Марк Фельсман, там, прочее, посвященные полету Гагарина. Я смотрю на даты, знаете, есть такие даты, в конце. Сдано набор, подписано к печати. Я вижу, что подписано к печати 13-го апреля 61-го года. И у меня возникает вопрос. То есть, что это у нас, получается, вот все эти творцы. Да, я могу предположить, что все эти творцы в порыве, понимаете, вот какого-то вдохновения, написали музыку и песни, посвященные полету Гагарина. Гагарина появилась везде. Я могу это представить. Я не могу себе представить только одного. Нотного набора, который сделает это быстрее, чем за неделю. В принципе. А также главлита, она же цензура, которая, что называется, эти тексты пропустит быстрее. Нет, это даже я могу представить. Нотного набора я представить не могу. Я, как говорится, выписываю все это. Я куда потом иду? Я иду потом в архив. Я иду в архив. Архив нотный. Точнее, архив искусства. Гали называется. Литература и искусство. Государственный архив. А знаете, куда я иду? Я иду смотреть ведомости вот этого издания «Советская музыка», когда выписан гонорар за те или иные произведения. Потому что это отдельные. Да. Я этого не нахожу. Потому что этих фондов нет. Или их не выдается. И у меня уже опускаются руки. Я звоню коллеге, вот, собственно говоря, который был в свое время одним из первых, что называется, ведущих программ телевизионных, еще советского телевидения. «Музыка среди нас» называлась. Это еще до музыкального киоска почему бы ни то, ни другое, ни третье. С 70-х годов человек работает на советском телевидении. И, соответственно, о, знает, именно вообще, и слава богу, свои нежные 80 с гаком, еще что называется, что-то, да бог мы с вами. И я говорю, вот такой-то, такой-то, вот, тот, и так на нее начнем. Говорю, и редактор кто? Я смотрю, и Супинская, говорю. Говорит, дорогой мой, а ты что, забыл, кто это? Говорит, да нет, не знаю. Это вообще-то Ирина Анатольевна Шостаковича. Давай, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И да, и тут, как говорится, я понял, все похолоделось, потому что она жива. Потому что она жива, она живет в Германии, но она жива. И на всех этих она редактор. Дальше читайте заметку уже. Вот, ну, по словам, грубо говоря, Супинская, Гагарин, Василий, взгляд. Вот, но опять-таки, это то, что роднит нас с вами. Поэтому я не вижу, как говорится, никаких противоречий к тому, что какие-то методы у журналистка работают. Как-то, допустим, общение с великими и просто выдающимися, и просто значимыми по теме предшественниками. Я не вижу причины, чтобы... И немножко расширить, просто умение докапываться до дна. Да. Умение копать, если надо, доходить до библиотек, до архивов и до личных разговоров. Да, это очень важно на самом деле. Вот, это все опять-таки не просто помогает в писании, а все делает писанину. Вот оно делает писанину, никуда мы не делимся. Вот, если мы не хотим, как говорится, переписывать замшевые результаты, для квалификации, может, это сойдет. Вам-то что с этого? Вам же тоже надо что-то для этого получить, для себя. Пусть и в кратчайший срок 80% работы за 25% времени. Ну, ничего, ничего. В следующий раз научимся организовывать. Сказал я, который организовываться не умеет. Напрочь. И у меня вот эти 80% на 20% так и действуют. Но, тем не менее. Так, что еще? Есть ли еще вопросы, дамы, господа? Какие вопросы отсюда? Александр? Да. Вы говорили про письмо с целью самовыражения. Верно. Я слабо понимаю, что это. Как-то попросить вас про сигмальных примеров, потому что я не понимаю, что это значит. Ну, когда вы пишете, допустим, заметку, вот у меня очень половина заметки – это то, что придумываю я, тем, половина по заданию редакции. Допустим. Или по какому-то событию, ну, который, что называется, ну, мне вот никуда не вперлось и прочее. Я могу выполнить это на квалификационную работу. На квалификацию. То есть там будут какие-то элементы, позволяющие более-менее понять, о чем идет речь, позволяющие заметки быть более-менее прочитаны за счет каких-то деталей и прочее. Иметь какие-то формальные признаки заметки и вот тем это. А еще можно, как говорится, по этому же поводу взять какую-нибудь штуку. Ну, например, когда ты едешь на шахту Северная, да, вот, где погибла куча народа. И вот все, что у тебя есть, это ты хочешь поскорее из этой темы вылезти. Потому что вокруг плачущие родственники. Потому что вокруг, как говорится, город Форкута, как говорится, в середине зимы. И там вот, извините, похороны на похоронах. Вот. И ты хочешь от этого куда-то уйти. Вот. Но ты, что называется, ты опираешься на что-то, помогающее тебе выплыть раз и заметку, как говорится, построить два. Ты берешь книгу Эмиле Заляжерной нами, которая посвящена тому же шахтерскому труду. Может быть, не в таких экстремальных условиях, но из которых ты поймешь, что с 19 века по 21 век на шахтах изменилось приблизительно ничего. Не потому, что, как говорится, там этот фабрикант, жадюга, как говорится, на чем-то экономит. Хотя это тоже есть. Но это не главное. Главное, как говорится, что сама природа труда, она природа абсолютно, что называется, требующая самоотречения и присяги. Вот. Когда человек переносит воинскую присягу, это означает, что он уже работает с нами оттуда. Когда человек произносит монашескую, он уже посвящается я богу. Когда шахтер уходит в клетч, это означает, что он берет билет в один конец. Если ему там выдавят билет обратно, это вот так повезло. Тебя может вести до конца жизни. И большинство будет вести до конца жизни. Но ты все равно будешь выходить туда, заходить туда, как в последний раз, всегда. И это у тебя, вот, как говорится, вот, как сказали бы наши, как говорится, вот, танченные коллеги, лайфстайм. Вот это у них такой лайфстайм. Вот. А на самом деле это, ну, человек уходит каждое утро, поцеловав жену, поцеловав детей. И все целующиеся понимают, что он может не вернуться. И в этом нет абсолютно никакого, скажем так, вот. То есть злой умышлен может быть, несчастный случай может быть, халатность может быть. А может, оно и само рвануть. Так тоже бывает. Вот. То есть какие-то вещи, да, идут в природу труда. Если вот ты об этом пишешь, значит, что ты сам, сама выразился. Если ты не идешь за потоком, вот, лишь бы на, на уйти, на вот это, если ты вкладываешь себе. Ты можешь не прописывать этого золя. Но если ты, опять-таки, что-то понял для себя в этой теме, что-то понял, что любая шахта – это лотерея. И исходить надо из того, что люди, которые туда заходят, они заходят туда с тем, что ты, что они могут не выйти, значит, ты, в том числе, и сам выразился. И, допустим, какие-то вот тары зимней вишни, да, трагедия зимней вишни, 18-й год, когда в Кемерове сгорел вот торговый центр, да, Кемерово – это центр Кузбасса, это центр шахтерского региона. И вот когда ты уже к тому времени понял, да, вот про шахты, что это, вот билет возьмем конец и постоянно, а теперь смотрите обратную историю. Шахтеры и их семьи пошли в торговый центр купить фигни, посмотреть там мультик, еще что-нибудь там, покататься там в аквапарке, там еще что-то. И вместо этого они умирают. Да, у шахтеров есть контракт со смертью. Ну, во-первых, контракт со смертью не здесь, а совершенно в другом месте. Во-вторых, у них контракт со смертью, чтобы хорошо жили их дети, их жены, их родители. Они тоже погибают, это все тоже в шахтерском регионе. Вот тут вот это я называю самовыражением, когда ты понимаешь какие-то вещи и умеешь протащить их через новостной сюжет, через большую заметку, пусть даже, как говорят, самую большую, да, но когда ты даешь, вот есть такой исследователь, называется экономист, Калмарс, когда ты даешь добавочную стоимость, значит, ты в этом тексте в том числе самовыражаешься. Когда ты умеешь добавить что-то от себя, вот ту тему, которая идет, дать что-то, что не дает никто другой, и более того, исходить из того, что вот у тебя есть какая-то традиция из одного человека. Потому что я ничего пока, если что-то еще пойму про шахтеров, я это попробую написать. Вот, пока, как говорится, мне, слава богу, то ли трагедии не так часто уже, то ли прочее, но пока мне хватит вот этого понимания для того, чтобы вести свое и только свое линию. Вот. Ну, наверное, я добавлю еще два слова на этот вопрос. Ну, как пример? В русле того, о чем говорил сейчас Юрий, смотрите, можно выполнить работу хорошо, у тебя вот хорошо. Из серии на най, отбежись. Ну, у нас так очень многие студенты работают, я не хочу называть имен, потому что их будет много хороших студентов, которые к четвертому курсу виртуозно умеют писать рефераты, эссе, реферативные сложные работы. Штамповать просто как хороший станок, на самом деле. Большая часть журналистов им бы позавидовала в этом умении. Потому что они берут и штампуют. Надо по каждому курсу сделать 5 эссе, сейчас делаем. А мы читаем, соответственно, одинаковые, в плохом смысле слова, работаем. Ну, и привычно ставим хорошую, отличную оценку, потому что квалификация соблюдена, соблюдена приемы показаны, показаны, работать умеют. Хочу ли я с ним разговаривать после этой работы, с этим человеком? О чем главное? Не хочу. Ни о чем. Хочу поставить оценку, чтобы не видеть больше никогда. И без злости. Это мне сейчас звучит злость, наверное. Без злости. Просто человек отбыл номер, я оцениваю, и все, и хватит. А бывает, когда приходит человек и говорит, слушайте, я хочу заниматься, я хочу изучать вот это. Ну, не знаю, просто что-нибудь там, не знаю. Я хочу понять, что думали о магии в 16 веке. Ну, так же зачем? Ну, зачем тебе? Я хочу. Ну, просто мне интересно, да, вот я там что-то где-то прочитал, одну-другую книжку, статью фиговую, в Википедии, да? Я говорю, хочу, а давайте. И ты вкладываешь, ты открываешь человеку источник, говоришь, ну, давайте читать. Думаешь, ну, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Сейчас она отвалится. Сейчас. Латынжи, ну что? Автор же неизвестный, что? Сейчас. А человек читает, 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 год читает, два читает, он защищает работу. От которой, ах, от коллеги, а тебе просто приятно. Почему? Потому что работа уже не просто на квалификацию, да? А что-то свое. И это не обязательно там перевод, да? Это в моем случае. Я так чаще всего работаю. Но, условно, когда, когда вы приходите к нам, да, ну, ко мне, в частности, и мы, в частности, я, помогаем вам сформулировать, не знаю, одну, другую тему, проблему, да? Мы на что ориентируемся? Ну, минимально, конечно, на защищабельность этой темы или проблемы, разумеется. Но еще на что? Вы же наверняка сталкивались с высказываниями, собственно, моих коллег, да? А кто-то и с моими даже. Что давайте вы сейчас на недельку уйдете отсюда. А за недельку вы подумаете, что вам интересно с мамой делать или с самой делать. Потом придете, мне расскажете, и мы вот из этих вот исходных, мы чего-нибудь с вами поставим. И вот что-нибудь тогда получится. Я отдаю. А. Так, еще какие-то вопросы есть, друзья? О чем-то, какие-то аспекты, что-то узнать? В принципе. В принципе. Не касаясь темы вашего будущего. Можно, да. Можно, но не касаясь. Попросит у вас совет. Давайте. Я занимаюсь вещами, которые являются морально нагрузкой. Это холокост и нацилик. Иногда меня посещают мысли, и иногда я их артикулирую в тексте, которые могут быть компенсированы как людоедские. Хотя у меня нет такого намерения. Например, я полагаю, что слово холокост, оно дефектное. Дефектное, уточним термин. Оно дефектное. Но дефектное в смысле совсем непонятно, что является его литератом. Это множество положений дел, это события. А далее спецификация. Для этого положений дел, какие положения нет? Если события, то вы его границы, основание дел, то есть является, например, убийство еврея-комиссара Красной Армии в 41-м году сообразно для каждого комиссара холокостом. А если является, то в каком смысле это холокост, как и, например, газовый капитал? Вопрос, как это изменится? Ну, как это изменится? Во-первых, формализуйте. Вот опять-таки я небольшой специалист в том, о чем вы говорите. Ну, допустим, какие-то, какой-то комплекс документов, начиная с ведомства Опергубернфюра Поля, вот, то бишь хозяйственное управление, которое занималось проведением данной политики, вот, по крайней мере, это то, на что можно опереться, ну, 42-й, 45-й год, да, вот так. Это вот прежде всего. Когда что-то непонятно, давайте формализовать. Это вот на любую, как говорится, тему, причем на тему, опять-таки, действительно морально нагруженную прочь, давайте формализовать. У них там, как говорится, есть совершенно конкретные вещи, да, опирающиеся на расовые законы, вот, с одной стороны, 35-го года, дальше, ну, так или иначе, косвенно относящиеся к политике эндлозунг окончательного решения, вот, причем мы с вами, а вы куда лучше меня знаете, что там ничего, что называется, ни слова в простоте не сказано, но, опять-таки, уже, слава тебе Господи, существует обширная и научная школа, и, к сожалению, практика, подтверждающая, что вот все, когда тебе говорят А, это означает миллион трупов здесь, миллион трупов здесь и прочее, то есть здесь мы можем, как говорится, не брать на себя труд, как говорит, вскапывать, вскапывать азбуку изначально, там, где мы это можем сделать и прочее. Второе, если у вас идет пересечение по евреям и комиссарам, ну, собственно говоря, что вам здесь мешает? Это и то, и другое, это получается, если у них был и то, и другое, то судите данного рода художников по законам, тоже по законам, которые они признали по себе. Если у них, как говорится, есть одна графа на уничтожении, другая графа уничтожения, а еще у него дедушка цыган, ну, да, вы пишите его в три графы. Почему? Формально это будет и холокостом, и политикой на восточных территориях, и если бабушка цыган, то это еще уничтожение цыганского населения. Нет, но здесь же интенция только в том, чтобы уничтожить цыган, не важно, что из них 70%... Ну, опять-таки, надо ли смотреть на интенцию, надо смотреть, под какой документ он подходит, в данном случае. Если у него, если, ну, опять-таки, у строителей рейха были по-своему, что называется, гигантоманы, и у них была масса, как говорится, этих. Я не думаю, что здесь есть какая-то моральная проблема. Моральная проблема, как мне кажется, это в том, чтобы иметь силы вот в это все погружаться. И тут я вам искренне совершенно ввела успеха, удачи. Я сам очень редко, очень редко, собственно говоря, захожу в какие-то подобные темы. Вот, это действительно какой-то очень, это очень морально затратно. Если заниматься этим постоянно, то действительно нужен какой-то вот совершенно потрясающий моральный склад духа. Я очень, я преклоняюсь перед вами, если вы будете дальше этим заниматься, это абсолютно желаю вам удачи. Недавно была история, вот примерно опять-таки, что такое блокада, да, что такое блокада, как можно сделать, там была интенция уничтожить кучу народа. Была, да. Из чего мы это имеем? Из чего мы это знаем? С формулей сказать. Еще? Реализация самопрактической. Еще? Комплект приказов группы армий Север устроит? Вот для начала, вот с этого. Если у вас, когда есть сомнения, сводите к формальному признаку. Они, как правило, есть. Вот, допустим, есть такая замечательная исследовательница, популяризатор истории Тамара Натановна Эйдельманс. Да, которая недавно как раз-таки выступила именно, а это как раз-таки с точки зрения ученой, что может ученый, что нет. Вот. Она выступала как историк, популяризатор именно по теме блокады. Ну, разумеется, у нее есть какой-то вот такой свой, как это называется, байос, то есть своя идеологическая концепция, но она тоже может быть, в этом ничего плохого нет. Но вопрос в том, да, вот, порядочность историка, пусть и популяризатора, и популяризатора в первую очередь, это, как мне кажется, то, насколько он корректно обходит с источниками. И насколько, опять-таки, насколько референт, насколько релевантны, собственно говоря, эти источники. Так вот, допустим, у нее частная программа БК, там ни разу не было произнесено слово Яров, Сергей Яров, автор основополагающей работы, архивной работы, по множеству мемуаров, по множеству документов, она называется «Блокадная этика». Вот, там какое-то совершенно дикое количество источников. У него тоже есть свой настрой, у него тоже есть, как говорят, но, во-первых, выражается он не в книге, а в интервью по книгам многочисленным. Во-вторых, как вам сказать, он умер в 50 с небольшим, причем умер именно по итогам работы с этой книгой, именно вот насколько он глубоко погрузился. И то, что вот такой работает. Нет, у любого историка-популяризатора, что бы он ни думал, что да здравствует Сталин, проклятый Жданов ел пирожные и так далее, вот это все, да. Вот, если у него нет рассматриваемых источников той работы, которая просто является одной из определяющих, ну все, вы можете ставить на этом источники, хоть как историки, хоть как популяризаторы Крест и, что называется, прощаться с ним. Да лучше бы. Да, нет, да навсегда, потому что у нас мало времени. Все то, что вы считаете референтным по теме, должно быть, и оно вам поможет как никто. Формальные пирожники, прежде всего, особенно, повторяю, когда вещи касаются каких-то в прямом смысле крышесносных материй. Держитесь за корпус документов, который есть, за корпус свидетельств, который есть. Вот. И да, если, ну, они такие талантливые, что у них исторических и других речей, то один в трех лицах уничтожен, но он идет во все три программы. Тут уже, как говорится, интенция, не интенция. Да, комиссар Шапира, это и комиссар Шапира. Ну, просто Александр спрашивает, это разные вещи или нет. Это Холокост, да, это в том числе Холокост. В том числе Холокост. В том числе Холокост. Да, да, ну да, абсолютно. Так, чего еще, чтобы не заканчивать на этой восхитительной ночи? Да, это будет. Девушки. Девушки впечатлены. Да, так. А можно? О, можно, Алиса, давайте, я сейчас только выведу нас совсем на громкую связь у вас, ладно? Да, спасибо большое за выступление. У меня маленький очень вопрос. Вот нам Александр Владимирович любит говорить, что нормальные чувства от своего текста – это тошнота. Как вы, как вы, знаете, здесь? Бывает и так. Бывает, что глазам мои это не видели. Бывает. Бывает «Айда Пушкин, Айда Сукин сын». Подпись «Александр Сергеевич Пушкин». Вот, кажется, про Бориса Годунова. Да, про Бориса Годунова. Бывают разные спектры. Вот, Александр Владимирович, как чуткий наставник, просто вам говорит о том, что есть, как готовит вас к худшему. Вот, вместе с вами, я думаю, надеется на лучшее. Вот, то есть, когда вам хорошо от текста, это тоже вполне легитимно. Вот, когда у вас досвидит от текста, это вполне легитимно. Главное, чтобы был текст. Правда. Я не могу поспорить с этим. Нет, ну здесь я просто добавлю ровно одну фразу, которую я обычно говорю непосредственно после рассказа о том, что текст обычно тошнит. Я говорю, что не вам судить, не вам, как автору, прямо вот написавшему текст, да, не вам судить, получился он или не получился. Пошлите его третьему лицу, то есть в данном случае преподавать или научить руководить. Пусть он посмотрит. Со стороны взглядом посмотрит. И тогда скажет, получился, по его мнению текст, или не получился. Вот, но нельзя давать себе душить, как бы, нельзя давать душить себя чувствами там, ну типа, как это делают иногда некоторые студенты. Я просто видел в живом исполнении, сейчас постараюсь вспомнить как-то. Нет, нет, этот текст недостоин моего имени, я не буду его вам посылать. Я посмотрел, я понял, или я посмотрел, я поняла, что это недостойно меня отправлять такой текст. Да какого черта? Простите, пожалуйста, вы не знаете, достойно вас это или недостойно. Не знаете бы. Для этого надо текст отпустить от себя. Чтобы потом, когда вам кто-нибудь скажет, ну что за чушь вы написали, ну стыдно же, и вы на этот текст будете смотреть вот так вот, остраненно. Я сейчас говорю, кстати, серьезно, не поясничая. Вы на этот текст будете смотреть остраненно и сможете спросить, там, Иван Семенович, Александр Владимирович, Юрий Михайлович, а почему стыдно? Что здесь не так в этом тексте? Понимаете, вы способны будете понять критику и дальше с ней работать. А душить себя эмоциями, вот это сугубо бесперспективно. Я, собственно, об этом. Ну, главное, чтобы был вещь, про которую мы говорим. Да, главное, чтобы был. Вещь, чтобы была. А там дальше мы разберемся. Разберемся. Как говорил, собственно говоря, один из... Это мне дошла эта история. Значит, один руководитель республик, регионов, да, вот, он летел из Москвы в свой регион, вот, и, соответственно, в регионе там... И, соответственно, надо сажать в какой-то другой регион на другой аэродром. Вот. Командир воздушного судна выходит, собственно говоря. А это рейсовый. Ну, опять-таки, есть салон первого класса, там, где сидит. Это самый главный. Я говорю, что вот, извините, ну, вот такое дело, что надо бы, наверное, все-таки сесть по погоде в другом регионе. Вы как? Разумеется, глава региона говорит, вы командир воздушного судна, вы, собственно говоря, и решаете. А, ну, наверное, надо дать радио на земле, чтобы ехали встречать другого региона. Я говорю, а вы не волнуйтесь, нас встретят. Вы не волнуйтесь. Тошнить надо, прыгать до потолка надо. Вы, главное, это скомандуйте текстом. Вы командир. И чтобы с текстом все было... Обеспечьте нормальную посадку текста. Это бьется с тем, что говорил Эктина Лоисовна, что ли? Ну, мы, вообще-то, несколько сродни. Да. Мы несколько сродни, поэтому, да, мне сегодня было очень трудно, как говорится, сказать вам что-то, что... Потому что у нее лекция действительно была... Нечто абсолютно фундаментальное. Конечно, куда ближе к тому, что вам нужно, как и ученые, на самом деле, пишущие. Но, опять-таки, я постарался хоть что-то к этому добавить, не знаю, насколько удалось, опять-таки, на ваш суд. Еще вопросы есть? Дамы и господа. Ну, хорошо. Тогда спасибо, дамы и господа. Еще две минуты я займу вашего драгоценного времени. Ой. Значит, в следующий раз, что будет в следующий раз? Что будет через неделю? Пока мы еще не останавливаем наш семинар. Мы, собственно, все хотим, но пока не останавливаем. В следующий раз мы сменим спикера. То есть, впервые за время с начала семинара меня на нем не будет. Будет говорить Мария Дмитриевна. И тема, о которой она будет говорить, отзывается болью в целом ряде сердец, в том числе в моем, но не только. То есть, условная тема – это путь статьи от студенческой курсовой до Е-лайбрари. О той вот нелегкой судьбе студенческого текста, когда он из курсовой работы или выдающегося эссе, которое иногда вы пишете все-таки, превращается в статью. И не просто превращается, а отправляется на публикацию. О том, что с ним делают редакторы, рецензенты, корректоры. И о том, где этот текст в итоге продолжает свою «послежизнь». Продолжает и отчасти даже, ну не заканчивает ноткой. Начинается период его полураспада. Или, как пишут в Е-лайбраре, период полужизни текста. Это их терминология, а не моя. То есть, у том, как отчасти, вот продолжая сегодняшний разговор Юрия Васильева, вот вы текст написали, вот вы его от себя отпустили. Все. А что с ним происходит дальше? Особенно, если он не просто квалификационно, а сказывается настолько хорош, что вам говорят, а сделайте из него статью. Вот что с ним происходит дальше, после этих волшебных слов, как раз и будет, об этом как раз и будет говорить через неделю Мария Николаевна. На этом, дамы и господа, мы прощаемся с вами. Как обычно, спасибо, что были с нами в эту неделю. Stay tuned.